Привет всем! На старте марафон наш теледневник спортивной жизни в Воронеже. Сегодня в выпуске. Смотрите. Вне конкуренции спортсмен из Бориса Глебска Кирилл Волосных в Уфе завоевал золотую медаль первенства мира по универсальному бою в средствах защиты. Всего же, значит, у наших ребят пять наград. Без медали, но в почетном статусе в Воронеж вернулся боксер Игорь Свириченков. На чемпионате мира он остановился в шаге от пьедестала, заняв пятое место. Зато воспитанник Владислава Никитина теперь мастер спорта международного класса. Наш ответ бейсболу. Сразу два коллектива из Воронежской области стартуют в первом сезоне профессиональной лиги «Русской лапты». Турнир объединит почти три десятка команд, в том числе сборную Новворонежа и Технического университета. Об этом и многом другом в течение ближайшего часа, но сначала о футболе, конечно. Вот, пожалуй, самое яркое фото прошедшей недели. Факел после пятой в сезоне и третьей подряд победы в премьер-лиге. А ведь еще совсем недавно многие опасались, что воронежцы не смогут даже на 14-м месте остаться и напрямую вылетят в первую лигу. Но парни под занавес весенней части сезона дали жару. Выездные победы над «Динамо» и «Ростовом», а также домашний успех в противостоянии с «Пари-НН» заставили всех совсем по-другому посмотреть на шансы огнеопасных. Конечно, Вадим Евсеев о таком старте своего нового воронежского этапа карьера мог только мечтать. Удивительно, но всего за пару игр он завоевал уважение большинства воронежских поклонников футбола. А ведь скептиков при его назначении Факел было предостаточно. Но, как минимум после матча с нижегородцами, Евсеева в нашем городе готовы были на руках носить. Результат он вместе с подопечными выдает, а в борьбе за сохранение прописки в премьер-лиге это самое главное. Перед ответственными матчами разные команды ведут себя по-разному. Например, новый наставник «Торпеды» Жозеп Клотет решил перед играми изолировать футболистов на клубной базе на несколько дней, чтобы ничто не отвлекало их от матчей. У нашего Факела все по-другому. Огнеопасные парни со своими болельщиками встречаются на регулярной основе, вне зависимости от результатов, за что им честь и хвала. Уже стали традиционными автограф-сессии футболистов в фан-клубе, а перед матчем с Паренен официально открылось еще одно место встречи, как минимум всех поклонников воронежской команды. Теперь приодеться в цвета Факела можно не только на студенческой рядом со стадионом, но и на Плехановской. Причем здесь появилась и официальная экипировка клубов, в которой можно увидеть огнеопасных футболистов на поле, и новая коллекция стильной уличной повседневной одежды с логотипами команды. К тому же отдельный стенд отведен вещам с оригинальным дизайном, разработанным активными болельщиками из фан-клуба Факела. Ираклик Виквискири и Георгий Гангадзе новинки коллекции примерили прямо на открытии, а главное – получили от болельщиков искренние пожелания продлить в ближайшей игре свою победную серию. «Отличный социальный проект, как по мне, это нужно в городу. И болельщикам люди могут приходить, делиться подарками своими близкими и родными. Быть ближе к команде, я считаю, что это хорошее открытие сегодня. Атрибутика нужна. Большое помещение, комфортное, удобное. Находится в удобном месте, в пешей доступности. Прямо, что у них парковки чуть сложнее, но вообще это хорошее дело». Стартовый состав Факела на игру с Пари-НН оказался более чем предсказуемым. По сравнению с поединком в Ростове изменение только одно вернулось в заявку – Игорь Калинин вместо Кирилла Суслова. Первая половина матча не порадовала болельщиков опасными атаками. Пожалуй, только на 20-й минуте у футболистов был реальный шанс открыть счет. Георгий Гангадзе благодаря Евгению Морозову оказался с мячом прямо перед воротами, но пробил над перекладиной. К тому же четверть часа спустя после розыгрыша штрафного самую малость не повезло Вячеславу Якимову. В створ ворот в итоге за 45 минут не попали ни хозяева, ни гости. Так что лучшими в первом тайме были болельщики. На матче с Пари-НН собралось 12 252 человека, и они не затихали ни на минуту. На старте второй половины матча подопечные Сергея Юрана попытались было прижать воронежцев к их воротам. Но успехом это не увенчалось. Лишь на 67-й минуте одним нулем на табло наконец-то стало меньше. В очередной атаке факела Мумо Янсане сфалил на Морозове в штрафной площади, и в ворота нижегородцев был назначен пенальти. К точке отправился Роман Акбашев, ведь штатный пенальтист нашей команды Георгий Гангадзе уже был на скамейке запасных. Ну и Роман технично открыл счет, хотя его всячески отвлекали соперники. Отметим, что перед этой встречей Акбашеву была вручена символическая футболка с сотым номером в честь сотой игры в форме огнеопасных. А после матча Роман получил приз лучшего футболиста. Игры признал его таковым Дмитрий Пятибратов. Да, спасибо большое. Я знаю, что Анатольевич выбрал меня лучшим, но я уже до этого сказал, что сегодня вся команда молодцы, все сегодня бились, заслужили победы. Воронежцы повели, но уже на 74-й минуте остались в меньшинстве. Вышедшие на замену Евгений Марков за удар Лукасом Саэра по лицу был наказан второй желтой карточкой и покинул поле. Впрочем, даже имея на одного игрока меньше, футболисты «Факела» продолжали атаковать огнеопасных. Гнали вперед заполненные трибуны Центрального стадиона профсоюзов. Они не позволяли нашим футболистам забыть, кто в доме хозяин даже в меньшинстве. На 79-й минуте, к радости фанатов, шикарно под перекладину пробил Роман Акбашев, чуть было не оформив дубль. Да, концовка игры получилась очень нервной, но хорошо то, что хорошо заканчивается. На 86-й минуте Паренен был очень близок к тому, чтобы паритет восстановить, но Евгений Морозов доблестно подстраховал Илью Свинова и не дал Кириллу Гацуку возродить в матче. Интригу это спасение уже поставили в один ряд самоотверженной игрой в защите Сергея Божна на последних минутах матча с Ахматом. Ну я считаю, за счет самоотдачи выигрывали много борьбы, плюс болельщики гнали нас. У нас здесь, считаю, больше моментов было, вот и заслужили выиграть. Очень важная победа. Ничего не забили, один пропустили. Так сказать, здесь глупые ошибки, все штрафные, ненужные. Но футбол это игра ошибок или мастерства. Сегодня мы ошиблись на раз больше, из-за этого проиграли. При этом в компенсированное время дело чуть было не дошло до пенальти в ворота факела. Главный судья матч Сергей Иванов вроде бы сначала указал на точку после контакта Кирилла Гацука с Вячеславом Якимовым. Но видеоповторы убедили арбитра в обратном. Игра продолжилась и в итоге завершилась в пользу подопечных Вадима Евсеева. Он пока вместе с нашей командой не знает неудач. Не знаю, честно, что изменилось. Более, наверное, организованно играем. Плюс получается забивать наш момент и не пропускать. Работа, так сказать, вознаграждается. Мы много работаем, много тренируемся. И да, была такая череда, когда казалось бы, что все делаем правильно, но где-то не хватает. Это не микроэпизоды, которые должны складываться в нашу сторону, а не складывались в сторону соперника. И сейчас случилось наоборот уже на протяжении трех матчей. То, что мы можем выжать свои моменты и сзади играем на ноль. От футбола перейдем к хоккею. Форвард Воронежского Бурана Михаил Кабат получил приглашение в молодежную сборную России, составленную из игроков не старше 20 лет. 14 мая стартовал учебно-тренировочный сбор национальной команды, которая в конце мая примет участие в Кубке будущего в Минске. Соперниками россиян станут местные хоккеисты двух возрастных групп до 20 лет и до 21 года. 26 числа наши хоккеисты отправятся на турнир, а на следующий день проведут уже свои первые игры. Напомним, Кабат в прошлом сезоне провел за Бурану ВХЛ 45 матчей, стал автором шести голов и шести результативных передач. Также форвард 11 раз появился на льду в форме Протона из Нововоронежа в первенстве молодежной лиги, где заработал еще 5 баллов за результативность. Далее, к единоборствам. На Кубке России по всестилевому карате наши земляки завоевали три медали. Кирилл Квасов стал серебряным призером весовой категории до 90 килограммов, а на третью ступень пьедестала поднялись Вячеслав Павлов, весе свыше 90 килограммов, и Алексей Логвин, весе до 80. Еще успешнее выступили представители Воронежской области в Кемерово на первенстве страны по кикбоксингу. В турнире Том принимал участие больше тысячи спортсменов, но это не помешало нашим ребятам завоевать золото и четыре бронзовых медали. Чемпионом национального форума второй год подряд стал Никита Анисимов. Попали в призы также Рустам Русаков, Игорь Левин, Эмиль Абуталипов и Рашид Османов. О героях турниров Кемерово наш следующий сюжет. В зале 33-й спортшколы Воронежа церемонии честования лучших спортсменов после ответственных стартов за многие-многие годы стали доброй традицией. Точно так же здесь, например, в свое время встречали Вадима Часовских после побед на чемпионатах Европы и мира. А в прошлую среду в центре внимания оказалась пятерка наших юных кикбоксеров, завоевавших медали первенства России на счету воронежцев. Золото и четыре бронзы. Скажу, на все сто были физически подготовлены все. Я даже немножко удивлен был после третьего раунда, как они даже в третьем раунду, как они дышали. Спокойно, ну пытались, конечно, соперники серьезные. Не повезло немножко те ребята, которые двое, это Русаков и Левень, они восьмого года. У них год, седьмой год, все-таки они моложе. Те ребята, которые кому проиграли, они финалисты прошлого года. Тоже уже сборники. Они не просто проиграли кому-то, а именно сборникам проиграли. А так, ну, на равных боях вы являетесь сильнейшей. Ну, я верил своим ребятам. Мы их готовили, мы трудились. Я знаю, на что они способны. Они нас способны на большее. Ну, я немножко не доволен. Хотел большее. В Кемерово под сводами ледовой арены Кузбасса разыгрывались медали в дисциплинах К1, фулл-контакт и лоу-кик. Причем в турнире принимало участие больше тысячи спортсменов из 64 регионов. Особенно сложно было выступать на первенстве кикбоксерам из европейской части страны. Ведь акклиматизацию, да и разницу во времени никто не отменял. Четыре часа, это Кемерово. Извините, для детей это колоссальная нагрузка. Это один из ключевых моментов, почему дети. Дети уже в 10-11 часов боксировали. А в это время у нас по московской времени, ну, 5 часов в 6 утра, а не 6-5. Это очень важно. В весовой категории до 75 килограммов среди юношей 15-16 лет чемпионом стал наш Никита Анисимов. Год назад он уже побеждал на первенстве страны, но в дисциплине лоу-кик. А вот в Кемерово воронежец не знал себе равных в разделе К1. Самым жестким и зрелищным в кикбоксинге. Напомним, в свое время в этом виде блистал наставник Анисимова Вадим Часовских. У К1 мне понравился за его зрелищ. Там можно бить коленями, можно бить бэквистами. Там нету, как сказать, штанов в других разделах. Разделы там все сковано. А в К1 я чувствую себя хорошо. Его тренер Вадим Часовских, он его подготавливал именно по К1 в течение года. Они изначально уже планировали выступать в К1. Я только поддержал, я знаю мальчика достаточно хорошо. Они каждую неделю тренируются, мы тут работаем. Я был уверен, что минимум он будет в финале. Это был самый, скажем, из нашей команды тот, кто больше всех, на кого надеялись. В полуфинале на ринге Кемеров Анисимов взял верх над Нурмагомедом Баклоевым из Чечни. А в решающем поединке в тяжелейшей борьбе Никита победил Ислама Салаватова из Дагестана. Этот бой поначалу складывался не по сценарию Анисимова, что его, конечно же, не по-детски раззадорило. Все мне кричат, Никита, бей, бей, бей. Я взорвался всех сил. Как смог. Что говорил Вадим? Не отходи, будь ближе. Старайся приблизиться, ударить. Два удара, отшаг. Два удара, отшаг. Бойка, повтори. После стартового раунда Никита был уже неудержим. В ринге ему нужно было любой ценой вырывать победу. И Анисимову это удалось. Вторая половина боя стала настоящим украшением турнира «Финалтед». Еще долго обсуждали все собравшиеся в зале и восхищались чемпионским характером юного воронежца. Не хочу обвинять своих коллег, судей, но в этом бою было не нашу пользу. В втором раунду Никита уже вел бой, но баллы были равные. Нам где-то не дожимали. И в третьем раунде немножко все перевернулось так резко. Во-первых, соперник нарушал. Дали ему предупреждение официально, минус балл. Сняли у него балл за нарушение. И после этого очень быстро, резко поменялось. И судьи перешли, как бы начали нажимать нашу сторону. Таким образом, в столицу Черноземья Анисимов вернулся уже в статусе двукратного победителя первенства страны. Я делаю все это ради себя, ради моего удовольствия. Мне это нравится. Я занимаюсь этим уже четыре года. Мне покайфует это делать. Вышли в полуфинал национального форума еще четыре воронежца. Но все они потерпели поражение и стали бронзовыми призерами. Вице-чемпион недавнего первенства ЦФО Рустам Русаков уже имеет за спиной опыт участия в первенстве страны. Год назад он уступил в первом же бою, но в Кемерово дошел до полуфинала в разделе «Фуллконтакт» в категории до 42 килограммов. Правда, дорогу к золоту воронежцу преградил Артем Головин из Алтайского края. Также в «Фуллконтакте» достойно выступил еще один воспитанник Фуада Фарзива. Рашид Османов, действующий чемпион ЦФО, но дебютант первенства страны боролся за медаль в весе до 57 килограммов. Он провел в Кемерово три боя. Первые два воронежец записал в свой актив. Первый бой, как всегда, он немного такой волнительный. Вышел первый раунд более-менее нормально, а остальные тоже вот хорошо фоксировал и выиграл. Вот второй бой. Второй бой я прям хорошо выиграл, на дистанции работал, тоже выиграл все. Однако в полуфинале, как и его друзья по сборной области, за исключением Анисимова, Османов проиграл. Он уступил москвичу Владиславу Сучкову. Вердикт судей был единогласным. В полуфинале первый раунд более-менее был нормальный. Со второго что-то я поплыл, и вот пошло все плохо. Ни тренера не слушал, и получилось все плохо. Просто растерялся, не понял, как работать, и проиграл. Ну, хотелось, конечно же, стать хотя бы вторым, ну, а лучше первым, ну, конечно, это досада. Подопечный Вадима Часовских Игорь Левин выступал в Кемерово в К1 весе до 48 килограммов. К золоту ЦФО он добавить еще и медаль высшей пробы национального первенства дебютного для себя не смог. Первый бой Левин уверенно оставил за собой. А вот в полуфинале Игорь проиграл Бурбу Сопта из ТВ, хотя и этот поединок начинался для воронежца неплохо. Первый раунд поработал, и все, попадал. Второй раунд начинаю так же уверенно, пропускаю удар, и все. Бой в другую сторону катился. Не знаю, как вышло. Вера всегда была до конца боя. Просто, так сказать, поплыл ринг перед глазами. После полученного колена. Наконец, в шаге от финала первенства страны в К1 в категории до 54 килограммов остановился ученик Ивана Терешкова, Эмиль Абуталипов. Он уже выступал раньше на национальном турнире, но на пьедестал поднялся впервые. Я бы не сказал, что это был пик формы, но я был готов к этим соревнованиям. Я тренировался в зале, я делал все более упорные тренировки. Ходил каждый день в зал к разным тренерам. За неделю до соревнований мы сняли в Илью, потому что я ломал себе палец. И выступал на соревнованиях после травмы. Тиумфатор недавнего домашнего чемпионата ЦФО в Новой Усмане в Кемерово вышел на ринг трижды. Два первых боя Эмиль провел на ура, хотя после дальней дороги противостоять сопернику было непросто. Первый бой был трудный из-за того, что мы перенесли внеземную дорогу в соревнованиях. Во втором бою у меня все шло, все получалось. Я выполнял все действия, которыми говорил тренер. И было все хорошо. А вот в полуфинале победная серия Абуталипова, к сожалению, прервалась. Наш кикбоксер уступил москвичу Александру Олейникову. Он был, наверное, более подготовлен, потому что я после травмы всего неделю готовился к этим соревнованиям. Для меня это было трудно. Я сбрасывал вес. Ну, что-то не получалось, что-то шло не так. Ну, в первом раунде бой шел довольно близко. Я разменивался с ним. Счет был один и тот же. После второго раунда все пошло не так, как надо. Сейчас у ребят время на отдых и восстановление сил. Главный для них старт сезона остался позади. Ну, а мы теперь ждем таких же высоких результатов от воронежских кикбоксеров на взрослом чемпионате страны. Его в конце года примет Пермь. В честь нашего региона на берегах Камы будет защищать великолепная четверка спортсменов. Это марафон. Мы продолжаем подводить спортивные итоги минувшей недели. В Башкирии в рамках пятых евразийских игр боевых искусств прошло первенство мира по универсальному бою в средствах защиты. Честь нашей страны в том числе защищали ребята из Борисоглебской. Выступили они достойно. Владислав Костин стал бронзовым призером. Сергей Мстерублевцев, Данила Левашов и Валерий Мишуков остановились в шаге от золота. Зато все получилось в Уфеу. Кирилла Волосных он провел два боя и во всех одержал победы, став чемпионом. А тем временем в Ташкенте проходил взрослый чемпионат мира по боксу. И там наши взоры были прикованы к Игорю Свириченкову. На своем дебютном планетарном форуме он, напомним, занял пятое место в одном шаге от пьедестала. Сначала Игорь нанес в поражение испанцу Мартинсу Мартинесу. Во втором круге победил Перората Исунгнаена из Таиланда, дважды по ходу боя отправив его в нокдаун. В одной восьмой финала наш боксер уверенно расправился с Берамдуром Нурмухамедовым из Туркменистана. Но в четвертьфинале уступил хозяину ринга Саиду Джафарову, будущему вице-чемпиону мира. На этой неделе Игорь Свириченков и его тренер Владислав Никитин вернулись в Воронеж и, конечно же, заглянули в нашу студию, чтобы подвести итоги турнира в Ташкенте. Игорь, Влад, ну мне очень приятно, что мы снова встретились, мы после России встречались, теперь после мира. Тут медальки нету, но вот это пятое место. По сути, такой главный вопрос. Вы воспринимаете как обиду, досаду, потому что, ну, чуть-чуть до медали. Либо для дебютного чемпионата пятое место – это очень хороший результат. Влад, давай с тебя. Ну, начнем с того, что принимало 107 стран на участие, 538 спортсменов было, если не ошибаюсь. У Игоря в весе было, если я тоже не ошибаюсь, 58 боксеров. То есть, чтобы занять первое место, Игорю нужно было провести 6 боев. Игорь провел 4 боя, 3 из них выиграл, занял пятое место, выполнил мастера спорта международного класса. Ну, в целом мы с пустыми руками не вернулись, получается. Конечно, хотелось золота, мы к этому шли. Ну, знаете, как говорится, нет ничего невозможного. Просто все можно добиться, да, но на невозможное нужно немножко больше времени. И вот, наверное, больше времени немножко нужно для того, чтобы все-таки золото. Ну, проявили себя замечательно, характер проявили. Вот, показали технику, бокс показали. Да, где-то, наверное, не хватило опыта, потому что все-таки спортсмены на международном уровне уже давно боксируют. Вот, ну, я думаю, она все впереди. Ничего страшного. Игорь, ну, вот с холодной головой уже все-таки время прошло. Как ты сам оцениваешь свое выступление на чемпионате мира? Да, полностью соглашусь с тренером. И, да, чуть-чуть не хватило, и чуть-чуть обидно, да, где-то, что не дошли до медалей. И не хватило вот этого вот соревновательного международного опыта, надо так сказать. Но все-таки, я правильно понимаю, что подготовка ведь к миру была сумасшедшей, потому что, по сути, после России сразу включились уже на работу с прицелом к миру. Вот расскажи, насколько удалось себя подвести в оптимальной форме? Или все-таки накопилась усталость и было прям тяжеловато к миру? Нет, вот мы были около, ну, 21 день в Киргизии, и набирали там, получается, объем, объемную работу делали. И после того, как мы приехали в Сочи, и оно чувствовалось, что легче, ты спустился с гор, ну, и легче работать, легче дышать, ты быстрее восстанавливаешься. Не было такой усталости и на чемпионате мира, не было такой усталости. Сам заряд, вот эта энергия подавалась чемпионата мира, то, что ты здесь боксируешь, что ты тут выступаешь, в общем, кайфуешь здесь. Ну, и как бы, ну, я бы не сказал, что усталости не было, мы подходили прямо уже и были, мне кажется, на пике. Ну, а можешь сравнить форму, например, перед Россией и перед миром, вот где ты был готов лучше, как тебе кажется? Перед Россией, мне кажется. Ну, и тут, как бы, ну, я не знаю, сложно мне сказать. Взгляд тренера? Ну, наверное, все спортсмены на чемпионат России, это главный чемпионат в стране, и все готовятся, как, ну, таким самым, самым большим значимым. Ну, главный старт сезона. Да, да. И, ну, возможно, возможно, на самой России, как бы, Игорь, домашние наработки, у нас было много времени на них, и мы их наработали. А на чемпионат мира, да, вот мы готовились, ну, была сумасшедшая подготовка, на самом деле, я вот объективно видел, мы в Киргизии прошли очень шикарный сбор хороший, в Сочи, ну, и также в Сочи был сбор перед Марокко, ну, очень здорово было, на самом деле очень круто, мне самому понравилось. Я получал удовольствие, развивался тоже, как бы, смотрел на это все, ну, просто здесь не хватило соревновательного международного опыта, вот, что можно сказать. А по подготовке, конечно, мы выходили на пик, мы вышли на пик, и все было грамотно проделано. Большое спасибо Фархудину Виктору Борисовичу за его работу, за его труд, вообще большое спасибо всей команде, всем ребятам, всем тренерам. Это такая была, как семья большая сборная, мы все друг за друга болели, поддерживали, переживали, когда что-то получалось, радовались все вместе, вот, особенно последние два боя, мы так хотели, чтобы ребята заняли, вот, забрали золото, и наша команда вышла в призы среди команд, то есть мы заняли третье командное место, это дорогого стоит, ну, хотелось больше, конечно, медалей. И мы когда вот выходили, там, восемь, да, человек у нас вышло в одну четвертую, и мы думали, ну, все, сейчас мы тут всех победим. Ну, не получилось, да. Ну, видимо, для нас это был дебютный, дебютный, да, дебютный чемпионат, поэтому, поэтому, как-то, наверное, где-то мы, может быть, не справились с каким-то там волнением, где-то наши соперники были на другом уровне по хитростям, по ловкости какой-то, может быть, ну, вот по этому опыту, как грамотно завязать, как грамотно, ну, вот эти моменты, как бы, хитрости, где-то нам не хватило, наверное, на этом уровне. Ну, в целом, атмосфера была великолепного праздника, мы, не знаю, до сих пор хожу под впечатлением. Ну, послушайте, ведь об этом все говорили, об этом нужно говорить, что вам повезло выступать и с флагом, и с гимном. Это, наверное, накладывало дополнительную ответственность, или, наоборот, это окрыляло и помогало идти вперед, потому что за тобой флаг, за тобой гимн, герб. Ну, я думаю, да и то, и то. И то, и то. Я и крыляла, и... И на свое время отдавала ответственность. Лично такую, конечно. Ну, и гордость представлять свою страну, как бы. Вас же так торжественно и провожали, да. Да, и встречали. Пафосно, организованно. Да, красиво. Спасибо большое. Приятно было, или вот в преддверии чемпионата мира эти эмоции, они не ощущаются, потому что все равно мыслями ты уже на ринге Ташкента? Ну, приятно было, конечно. То, что могу представлять Россию, Российскую Федерацию, представлять флаг, герб им. Вот я лично боялся больше всего именно первого боя, потому что мне казалось, что вот самое главное это сделать первый шаг, да, не испугаться вот старта турнира этого ринга, ринга чемпионата мира. И как мне показалось, бой-то был не самый простой. Вот все-таки что там пошло так, не так, пошло ли по плану, или испанцы думали, что пройдете легче? Да, Игорь. Ну, мы с этим соперником встречаемся уже второй раз. Первый раз мы тоже встретились с ним в Беларуси, и тоже бой был очень равный и сложный. Парень действительно хорош, молодой, агрессивный. Ну, и по моим почтениям, что мы закатили такой бой, конкурентный тоже, потому что он тоже не хотел вылетать в первом бою. И вот, ну, сражались, можно сказать, за выход в следующий круг соревнований. Ну, а что внутри происходило? То есть удалось собраться или все-таки нервы давали о себе знать? Нет, я выходил, прям, обстановка была очень хорошая, меня настраивал Владислав Вадимович. Сказал выходить и кайфовать, и то, что тут находишься, то, что тут боксируешь. Я выходил и прям, ну, не сильно прям переживал. Был, да, процент переживания, но не такой прям, особенно, как вот перед полуфиналом, там, например, на чемпионате России. И тут я более расслабленный был и старался и выкладываться в то же время, и, как бы, кайфовать. Сердце тренера было спокойно вот во время этого первого боя? Да нет, я похудел на 5 килограмм за период чемпионата мира. Похудел на 5 килограмм. Я и спал плохо, и переживал, потому что, как бы, возле ринга у меня не было, как бы, какие-то моменты я хотел подсказать, но не слышно было. Особенно, когда боксировал с представителем Узбекистана. Вот, ну, я переживал это все вот в себе, оно тяжело было, конечно, где-то пытался, наверное, своими эмоциями не спугнуть Игоря, потому что я, как бы, ну, наверное, сильно, близко к сердцу воспринял груз ответственности и само вот это мероприятие, чемпионат мира, и ту атмосферу праздника. И вот мне хотелось, конечно, чтобы, как бы, в честь Игоря тоже звучал гимн, хотелось бы поставить на этой ступеньке. Ну, тяжело, конечно, да, морально тяжело, я переживал сильно. После первого боя вопросов много к подопечным? Ну, вопрос, я, как Игорь уже говорил, я видел этот бой с этим спортсменом в Беларуси, мы как раз в прошлом году в Беларуси боксировали. Ну, очень тяжелый бой тогда был, очень тяжелый, буквально такой же самый бой был, такой же. Ну, Игорь в целом был поточнее, похитрее, поинтереснее, если так выразиться, поэтому, как бы, и победа была на его стороне. Ну, было волнительно очень, не хотелось бы, конечно, в первом кругу соревнований вылететь. Еще были моменты, что с перевесом, раньше как-то, не знаю, на других чемпионатах, в плане взвешивания, то есть, если взвешивание, там, с 7 до 8, ты пришел, грубо говоря, в 7.15 на взвешивание, у тебя перевес. Тебе есть еще время похудеть, погонять вес, так сказать, сделать зарядку, встать на весы и ровно взвеситься. В первые дни, ребят, а в этот раз такой возможности не было. Все, ты становишься на контрольной весы, у тебя должен быть четко вес. И вот очень многие ребята в первые дни повылетали просто из-за того, что они сделали вес. Да, я вообще был в шоке. Ну, не дай бог. Мы еще в первый день, да, когда взвешивались, там, зарядку делали дополнительно, я стал, занял очередь. Очередь огромная была, спортсменов столько принимают участие. Я стоял в очереди, ребята, там, делали зарядку шумков, да, и игр вдвоем. Вот. Лучший бой на турнире, вот ты сам для себя, как определяешь, с Таиландом, с Туркменистаном, какой? С представителем Таиланда. Ты, по-моему, сказал после этого боя, что прям по-настоящему прогрессовал, да, от этого бой? Да, да, я прям дистанцию нащупал, ту, которая нужна, на которой у меня все получалось. И, ну, передвижение, и все прям получалось так здорово. Мне понравился бой. Можно было досрочно его завершить, как тебе кажется? Можно было, можно было. Но не нужно было. Да. Надо всегда дышать. Дышать три раунда. Потому что легкая победа, она потом, когда выходишь на следующий поединок. Расслабляет? Да, она расслабляет, конечно. Ты потом выходишь на следующий поединок, расслабленный, такой, типа... Вот, кстати, Таиландец, он перед этим боксировал бой, и он вообще расслабленно пробоксировал. Да, и, кстати, очень легкий был, мне кажется, бой в его исполнении. Да, да, и на следующий бой он вышел с Игорем, а Игорь тут уже не подарок. То есть, вам кажется, все-таки это психология? Нет. Или все-таки мастерство? Там все вместе, вкупе. Просто все нужно контролировать. Быть сконцентрированным от и до полностью на всем. Потому что если ты что-то потеряешь, или психологию, или где-то недоработаешь, какие-то свои домашние заготовки, или над физухой, меньше поработаешь над функционалкой, над специальной выносливостью, то можно улететь сразу в первом бою. И надо быть готовым всегда, и надо концентрироваться от и до. Боксировать в День Победы – это тоже очень такой мощный импульс мотивационный, что проиграть нельзя. Да, тоже было. Я как раз после боя, как вы, победил, я давал интервью нашим российским телеканалам и всем корреспондентам. И говорил, что для меня это была честь принести в День Победы, нужную победу и для себя, и для страны, и для команды нашей. Тот бой, все пошло по плану, и в общем-то легко удалось сломить соперника из Турменистана? Да, но я как-то зажался, мне надо было так же боксировать, как я боксировал второй бой. Да, получалось моментами, которые мы заготавливали до боя, даже когда меня тренер держал на лапах, как нужно было заходить. Да, вот этими моментами получалось, да. А так чуть-чуть где-то тоже сомневался. Но можно сказать, что ты прибавлял от боя к бою, и то есть, грубо говоря, с каждым боем все лучше, 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 или нет? Или все-таки переменный был успех? Не знаю, в моей голове, наверное, переменный успех. Ну, все было, зависело от соперников, с кем-то боксирования. Если соперник просто может не дать тебе выполнить твою работу, вот то же самое, что спортсмен из Узбекистана, например, он просто не дал... В четверть финале уже. Да, да, и он не дал Игоря выполнить полностью то, что мы хотели. Просто он вязал грамотно, это делал, он закручивал, хватал, не отпускал, где надо, там, бравировал, апеллировал к рефери. Вот, поэтому это тоже, как бы, опыт. Это надо, этому надо научиться, это со временем придет. Но можно сказать, что вот Саид, хозяин ринга, он все-таки был, по сравнению с предыдущими соперниками, все-таки на уровень выше? Ну, конечно, сто процентов. Он, во-первых, очень сильный боксер, на самом деле. Он боксировал и с нашим представителем России, первый номер у нас был в 75 килограмм в прошлом году, Бижамов, Джамбулат, да? Да. Он у него выигрывал в 75 килограмм, он спустился в 75 килограмм в 71. Ну, он там двукратный чемпион Азии. По-моему, да. Да, и двукратный чемпион своей страны. Да, ну, да, да. Не, ну, сильный соперник, очень сильный, на другом уровне боксирует, как бы. Мы не хуже, но не хватило опыта. Я думаю, у нас все впереди. А вот какую тактику готовили тренеры, то есть вот перед выходом на ринг? Какую задачу они ставили тебе, Игорь? Меня только, ну, тренер мой передоставил работу мне, которую я должен был выполнить. А главные тренера просто так во время боя говорили, что нужно делать. А так я старался выполнять нашу с тренером тактику. Вот в чем заключалась эта тактика? То есть за счет чего можно было победить Саиды? Передавить, задавить, забить не... и все, перебить. И где что пошло не так? В моей голове что-то пошло не так, когда я засомневался, что... Ну, в своих действиях просто я делал защитные действия, подходил, но не бил. И где-то боялся и пропустить, где-то боялся, что не получится, где-то думает, ну, уйдет или... Ну, вот где-то вот я засомневался чуть-чуть. Ну, а с трибун как это смотрелось? Ну, в целом, как бы, первый раунд я так посмотрел, но он вроде как был непроигрышный. Непроигрышный первый раунд. Хотя там единогласного судьи отдали. И третий раунд тоже как бы такой, ну, один судья Монгол нам отдал. Третий раунд. Ну, в целом бой равный, в равном бою уступил сопернику, да. Тот просто был хитрее, хитрее, опытнее, и это сказалось. В целом, что мы хотели, мы знали, что он худел с 75, в 71, он и в 75 по-любому худеет. Вот, то есть он не мог так держать темп, как вот в 75, когда ему комфортно самовесить, потому что еще минус килограммы. И мы могли за счет темпа, высокого темпа, просто сломить его, перебить и как бы выиграть бой. Мы должны были войти в дистанцию, с дальней дистанцией у него руки длинные, он высокий, длинные руки у него. Нам нужно было войти в дистанцию с помощью работы ног, работы спины. Когда мы входим в среднюю дистанцию, мы атакуем. Если мы входим в ближнюю дистанцию или он нас вяжет, мы знали, что он будет вязать. Мы работаем в ближнем бою, серийно взрываемся. Там были моменты, когда он делал именно все то, что нужно. Первый пункт, второй пункт и третий пункт, то есть ближний бой. И у него все получалось. Но просто этих действий было мало. Потому что, как он говорит, сомневался. Где-то сомневался в своих действиях, где-то переоценивал, может быть, действия соперника. Потому что действительно мы видели, он подходил на ударную дистанцию. Соперник ничего не делает, Игорь вроде как стоит на блоке. Но если бы из этого блока вылетали хотя бы двойки, ну была бы другая картинка боя. Если бы тренер находился у ринга, удалось бы докричаться, как кажется вам? Знаете, не хочу говорить, но надеюсь, что удалось бы. Но с другой стороны, как есть, так есть, что говори. Спаси слава богу за все, мы замечательно отбоксировали. Ну, я во время перерывов, мне махали полотенцем другие тренера, а сзади как бы мой тренер был. И я поглядывал так, наклоняясь, что... Он искал меня, искал меня, что я ему сейчас скажу. Сначала я искал на одной стороне, они мне говорят, а я пытаюсь найти тренера, чтобы он увидел. И я видел, как он показывал добавлять и добавлять, чтобы я добавлял. В какой-то момент, я не знаю, после второго раунда уже эмоционально понял, что все, этот бой проиграл или нет, такого нет? Не, не было такого. Я смотрел на тренера и хотел добавлять и добавлять. Я не думал, кому куда отдали. Ну, мог бы быть просто такой вариант, что если бы все-таки получилось целиком полностью выполнить всю установку, грамотно продавить его, заставить его устать, и он бы мог просто где-то ему могли отчитать. Плюс за то, что он держит, могли снять очко, а это уже как бы минус два очка, и по третьему раунду он мог выиграть этот бой. То есть бывает такое, ну, не редко, но бывает, когда переду раунда проигрывает спортсмен, накатывает еще третий раунд, грамотно работает, сносит соперника, и, соответственно, он как бы за последний раунд получает, ну, есть шанс, короче, надо бороться всегда до последней секунды. Вышел и до конца, а там как Бог даст. Ну, с ринга после вот этого боя ты вышел с какими эмоциями? С расстроенными, конечно. Ну, я расстроился, да, то, что не получилось ничего сделать, и я, ну, как бы, можно сказать, ничего не сделал. Вот это первое меня расстроило, второе, то, что мы не дошли до призов, ну, и как бы не заняли, заняли пятое место. Что сказали тренеры сборной? И, конечно, мне очень интересно, что Денис Лебедев сказал, потому что каждый бой и отчет о каждом поединке обязательно вставка Дениса Лебедев громко кричащий с трибун, явно поддерживающий вот его мнение и мнение тренеров сборной. Ну, главный тренер Виктор Борисович сказал, что не хватило, вот так сказать, опыта международного. Ну, поздравил меня с выполнением мастера спорта международного класса. Сказал, ничего, все получится. С Денисом мы, он там по большей части отвлекался, там, был больше на соревнованиях. Ну, мы так моментами, вот, когда в аэропорту были, прилетели все вместе и сумки забирали, и он, ну, так, сказал пару ошибок, но ничего, сказал, все нормально, ты молодец, так держать. С точки зрения тренеров, ведь вы общались с главными тренерами и, наверное, с представителями, болельщиками, в общем, сообществом. Как вам кажется, Игорь оправдал ожидания тренеров сборной и, так скажем, представителей федерации? Все-таки он защищал честь страны в своем весе? Ну, думаю, да, но, как бы, в целом, да, потому что все-таки он боксировал с очень серьезным соперником, ну, так сетка выпала. То есть, если бы мы, например, встретились с ним немножко позже, я думаю, мы бы бразильцы прошли, бразильцы, думаю, мы бы прошли, и, как бы, уверенно, вот. Ну, или кого-нибудь там другого мира. Ну, так вышло, да, такой спортсмен, мы на родине у них боксируем, плюс, знаю, что Игорь боксирует второй международный турнир, по сути. Ну, первый был Марокко, тоже в этом году. Марокко, да, и сразу чемпионат мира, поэтому, как бы, ну, я надеюсь, что оправдал. Я не знаю точно, но надеюсь, что оправдал, потому что все-таки он и Тархан и Дигов, они вдвоем, как бы, дошли до такого, как до 1-4, ну, и достойных боях, равных боях уступили своим спортсменам, ну, соперникам. Поэтому, ну, мы не с пустыми руками приехали, нежели мы выполнили мастера спорта международного класса, заявили о себе, показали себя, и, дай бог, дальше будет больше. Ну, а вот вспоминая, там, я не знаю, первые турниры, там, даже молодежку два года назад, и вот сейчас, когда смотришь на Игоря уже на ринге чемпионата мира, наверное, разница просто колоссальная, прям уже не молодой там паренек, а уже мужик. Ну, да, видно, что уже такой окреп парень, уже такой более серьезный, ну, в целом, просто эмоции невероятные, такие высокие чувства, когда ты видишь, что твой спортсмен выступает на таком чемпионате, оно за душу берет, и, я не знаю, как сказать, ну, я был на седьмом небе отчасти, что просто мы были частью этой команды, частью этой сборной, частью этой истории, так скажем, и нам все-таки психологически тоже всей команде было тяжело, потому что целый год мы не выступали на международных турнирах, это тоже, как бы, немножко давит. Вот, ну, мы старались справляться с этими эмоциями, старались друг друга держаться, поддерживать друг друга, вот, в целом, слава Богу за все, вот так скажу. Игорь, после чемпионата мира будет легче, сложнее, как тебе кажется, дальше двигаться от турнира к турниру? Легче. Уверенность появляется, так сказать, как работать. То есть, я посмотрел остальные бои, там же было куча боев интересных, и смотреть на соперников, ну, даже других весовых, просто смотреть на ихнюю тактику, технику, и какие-то брать для себя, такие уроки записывать себя в голове, и потом где-то пробовать в самом бою. Будет уверенность. Сейчас ощущение, что вот выжат как лимон, и физически, эмоционально, вот, все осталось там, или сил достаточно, можно хоть снова в ринг? Ну, вот после первого боя мы настолько набрали вот функционал, то, что я отдохнул, ну, минут 10 мог бы, вот, второй бой отбоксировать, вот, честно, как-то у меня силы были. И сейчас, ну, сейчас хочу, да, отдохнуть, приехать к семье, к родным, близким, отдохнуть им национально. И потом будем потихоньку возвращаться в строй. Сколько подопечному отдыха-то позволено за пятое место на чемпионате мира? Пять дней. Ну, я не знаю, ну, недельку пассивного отдыха, и потом нужно потихоньку, как, через активный отдых. Футбол, волейбол, плавание. Вот так вот. И потом начнем уже вкатываться в работу полностью. Надо и рамотно восстанавливаться. В первую очередь эмоционально, психологически. Ни сборов, ни соревнований нам сейчас не хочется. Хочется дома, спокойно. Да, ничего не хочется, на самом деле. Сейчас вот я, как выжатый лимон, не знаю, как Игорь, но я вообще весь перевыжатый лимон. Тяжело эмоционально, я переживал, сколько там находился, переживал страшно. И хотел, и переживал, и... Ну, ничего. Все будет хорошо. Сколько так плюс-минус стартов вы себе еще в этом году закладываете? Ну, вот сейчас будет проходить коммерческий турнир Кубок Победы. Мы будем представлять, наверное, также Центральный федеральный округ. Ну, наверное, скорее всего. Вот. И... Ну, если нас позовут, опять-таки. Вот. Плюс в конце лета, в конце августа будет снова чемпионат России в Хабаровске. Мы на нем хотим занять первое место опять. Ну, вам будет сложнее. Вам теперь придется подтверждать титул, а это всегда сложнее, чем его отвоевывать. Будем стараться. Последний вопрос. Я всегда спрашиваю спортсменов, тренеров. Вот чемпионат мира, казалось бы, далеко от дома. Чувствовалась поддержка? Потому что я могу только по соцсетям ориентироваться. Бой закончился. Все. Вся лента. Болеем за Игоря. Гордимся Игорем. Вот каково это ощущалось там, в Ташкенте? Да нет. Я ощущал и слышал всегда и о наших подсовках, которые болеют. И слышал, которые... Есть русские ребята, которые с других сторон там болеют. Слышал. Ну, колоссальная поддержка. И чувствовалось. Тренер тоже чувствовал? Ну, конечно. Меня также там в сетях отмечают. Игорь Владислав Вадимович. Желаем вам успехов. Гордимся вами. Рады за вами наблюдать. Успехов. Ну, и так далее, и так далее. И, конечно, оно дорого стоит. Оно тоже за душу хватает очень сильно. Так прямо сжимает и выдавливает какие-то, так скажем, слезы. Слезы, как сказать, ну, и радости, и вот близости с домом, близости с друзьями, которым не безразлично на твою судьбу, на твое дело. И вот как-то, ну, как-то так. Я очень всем благодарен. Конечно, извиняюсь, что, наверное, не получилось все-таки нас занять первое место. Вот. Ну, спасибо вам. Мы, нам это надо, нам приятно. И без этой поддержки, конечно, возможно, ничего бы и не было. Ну, я хочу пожелать, чтобы вот эти эмоции были совсем не последними. Чтобы вы из года в год от турнира к турниру вновь переживали эти эмоции. Я абсолютно уверен в том, что этот чемпионат мира был первым, но далеко не последним. Мне кажется, расти еще есть куда. И это хорошо, что вы оставляете себе этот задел. Спасибо вам за те эмоции, те переживания, которые вы нам подарили. Мы сопереживали, принимали тоже участие. Потому что я, например, все эти четыре боя тоже как будто бы провел там, в ринге. И все поклонники бокса, ваши поклонники. Спасибо. И новых вам медалей. Спасибо. Думаю, что достойное выступление в Ташкенте позволит Игорю Свириченкову попасть в пятерку лучших спортсменов нашего региона по итогам мая. Ну, а прямо сейчас мы готовы представить вам народного чемпиона апреля. Но сначала спасибо всем, кто принял участие в голосовании и поддержал героев воронежского спорта. Пятое место апрельского рейтинга заняла стрелок Серафима Тарасенко. На первенстве России она оформила победный дубль, победив и в личном турнире и в командном. А позже, на этапе взрослого Кубка страны, Серафима завоевала серебро, проиграв лидеру лишь одну мишень. На четвертой позиции по итогам народного голосования оказалась шахматистка Анна Журова. На первенстве страны она победила в решении шахматных композиций и в классических шахматах. Стала второй в быстрых шахматах, а в блице остановилась в шаге от пьедестала. Тройку лидеров нашего проекта открывает пловчиха Дарья Клепикова. На взрослом чемпионате России воронежская спортсменка завоевала четыре медали, стала второй на 100-метровке вольным стилем, а также выиграла три бронзы, в том числе в эстафете вместе с подругами по команде. За Клепикову проголосовало 288 подписчиков группы ТВ-губерния ВКонтакте. На второе место поклонники спорта в апреле поставили юного воспитанника воронежской школы плавания Романа Житкова. На первенстве страны он стал двукратным чемпионом. Победил на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, к тому же на счету Романа Бронза в Баттерфляе. В нашем проекте в активе Житкова 22% голосов. Ну а победили в народном голосовании в апреле акробаты Николай Кресников, Степан Кульбакин, Михаил Зверев и Сергей Кондрачук. К серебру взрослого Кубка России они добавили два золота первенства страны чемпионами. Воронежцы стали в исполнении темпового упражнения. И в многоборье, а вот в балансовом, заняли второе место. В активе ребят почти половина всех голосов – 46%. Таким образом, акробатическая четверка становится четвертым претендентом на звание «Народный чемпион» 2023 года. Ну и еще о воронежских чемпионах. Светлана Плачкина снова вне конкуренции. В рамках московского полумарафона в забеге на 5 километров многократная чемпионка страны и столицы Черноземья всю дистанцию отработала очень уверенно и финишировала первой с новым рекордом турнира 15 минут и 44 секунды. Ставшая второй Юлия Конякина проиграла нашей Светлане больше минуты. Куда напряженнее была борьба за медали среди мужчин. Здесь чемпионом с результатом 14 минут и 42 секунды стал москвич Евгений Кунц. А вот наш земляк Андрей Стрижаков отстал от лидера всего на 2 секунды. Тем временем воронежские ориентировщики Александр Илья Малыгины, Ирина Лазарева и Александра Войтова победили на Кубке России. Они стали чемпионами в самом зрелищном виде программы четырехэтапной смешанной эстафете. Старший тренер сборной области Александр Малыгин бежал на первом этапе и показал третий результат. Илья Малыгин выступил лучше отца и уже передал эстафету первым с отрывом от белгородцев в 5 секунд. Третий этап достался Ирине Лазаревой. Его она провела в упорной борьбе с Дарьей Борисовой и всего на 6 секунд пропустила ее вперед. Судьба золота в итоге оказалась в руках нашей Александры Войтовой. Свой четвертый этап она провела отличный на финиш. На 9 секунд опередила соперницу из Белгорода. Ну а в Рязани состоялись заезды третьего этапа чемпионата России по ралли-кроссу. В классе национальной впервые в нынешнем сезоне победил действующий чемпион страны Илья Роткин. Юный воронежец очень уверенно провел гонку и финишировал с отрывом почти в секунду. Второе место занял самарец Егор Санин. На тройку призеров замкнул Георгий Антошин из электростали. Шестое место в финале занял еще один воронежец Никита Ушаков. При этом лучший круг в гонке остался за Роткиным. Одна минута и сто две тысячных секунды. Напомним, на дебютном этапе сезона Илья финишировал третьим, а в следующей гонке стал вторым. И завершим нашу сегодняшнюю программу. Мы рассказом о Лапте. 20 мая впервые в России стартовала профессиональная лига русской Лапты. Чемпионат объединит три десятка команд из самых разных уголков страны. Причем Воронежская область будет представлена в лиге сразу двумя коллективами. Коллективами очень амбициозными. Сборной Нововоронежа и командой технического университета столицы Черноземья. Последний стартует уже в эти выходные. А спортсмены с города Атомщиков начнут борьбу в лиге через неделю. О подготовке наших команд к покорению новой, очень статусной вершины. Специальный репортаж Ольги Шповаловой. Как и у всех без исключения спортсменов, тренировки мастеров русской Лапты начинаются с интенсивной разминки. Сначала общефизические упражнения, затем специальные. И только потом технико-тактическая работа и оттачивание отдельных элементов игры. Цель игры в Лапту простая и понятная. Ударом биты послать мяч в поле, затем пробежать его до противоположной стороны и вернуться обратно. При этом не дав команде соперника осалить себя мячом. За результативную перебежку в команде начисляются очки. Как писал о Лапте Александр Куприн, в этой игре нужны находчивость, внимательность, изворотливость, быстрый бег и вечная уверенность, что тебя не победят. К тому же каждый спортсмен должен уметь работать в команде. Командное действие – это все зависит от завода, как объяснить, от завода команды. Если у нас один сделал момент, какой-нибудь игрок из нашей команды сделал момент, а поймал мяч или отправил наших людей в атаку, то от этого уже команда получает эмоции и заводится тем самым. Вот в этом залог успеха. Я даже не знаю, такого нет слова, такого нет эпитета, чтобы описать, насколько должен быть человек спокойным, чтобы не поддаваться каким-то лишним эмоциям. Эмоции должны выплескиваться только в правильное русло, ни на какие разговоры, ни на какие оскорбления, а только по делу. И нужно, как я считаю, слушать одного человека. То есть команда и не может руководить три или четыре человека, должен один говорить, что и как делать. Тогда у нас будет сложный механизм. Лапта – это исконно русская народная игра. Ей больше тысячи лет. Лапту еще называют русским бейсболом, но это именно она стала неким прототипом популярного в Америке вида спорта. В Российской империи в лапту с азартом играли люди всех возрастов. При Петре I ее использовали в качестве физической подготовки личного состава различных воинских подразделений, а позже применяли еще и в Красной армии. Однако первые официальные соревнования по лапте состоялись лишь в 1957 году. А спустя еще год был проведен уже чемпионат страны, который дал мощнейший толчок развитию этого вида спорта. Я поиграл за свои небольшие 21 год во много видов спорта. Это как хоккей, как и волейбол, футбол. И ничто меня не зацепило, как лапта. Тут у этого вида спорта определенная какая-то своя аура, которая, если ты ее прочувствовал, она тебя никогда в жизни не отпустит. Если ты научился играть в этот вид спорта, то ты не захочешь возвращаться, наверное, к остальным другим. На таком же высоком уровне играть мне не хочется ни в один вид спорта, как в лапту. Уже даже, честно, не хочется считать, сколько лет занимаюсь. Ну, лет уже около 20. И часть жизни уже. У нас семьи созданы. У многих люди встречались как раз именно на соревнованиях в каких-то городах. Уже и детей имеют многих, знакомых очень много. Которые благодаря этому виду спорта создали семью. Добежишь, добежишь. Все, работаем, защита. На ту сторону там остаешься. Ждешь, пока будем возвращать. Готов? Сегодня лапта находится в тени многих более популярных видов спорта. Но все же своих почитателей она не растеряла. Причем ряды их растут. Касается это и любителей, и профессиональных спортсменов. Например, не раз становились медалистами чемпионата и Кубка России воронежские лаптисты. А сейчас они поставили перед собой новые задачи. Покорить профессиональную лигу русской лапты. Очень хочется играть, поэтому, кроме как, чемпионат России все время проходит где-то в сентябре. И к этому времени хочется подготовиться. То есть просто тренироваться – это одно дело. Когда ты уже включаешь игровые именно дни, это намного улучшает тренировочный процесс. Поэтому эта лига плюс еще хороша тем, что ребята будут постоянно находиться в тренировочном процессе и в тонусе. И то есть уже к чемпионату, что наша команда, что другие команды будут подготовлены, то есть натренированные. И это будет интересно. Настрой всегда боевой. Будем стараться. Мы же, я еще раз говорю, мы же не просто так занимаемся. Тут ребята не ходят чисто для того, чтобы для галочки показать, что вот я пришел на лапту. А действительно здесь люди занимаются, те, кому этот вид спорта нравится, кто действительно им живет, хочет показать себя, проявить. Проявить себя на России, показать свой уровень и добиться каких-то достижений. В профессиональной лиге, ну, показать, насколько мы способны все-таки еще, наверное, играть в данном составе. Вот. Плюс, ну, нет, больше, наверное, у нас цель, говорю, поучаствовать интересная, говорю, как посмотреть на данный формат, что будет, получится и как. Плюс у нас еще сейчас именно городские соревнования, спорта-океана городов и районов. У нас для нашего города, ну, наверное, основные соревнования, поэтому нам тоже так и сыграться сейчас по полной и себя в форме поддержать перед соревнованиями, поэтому так. В этом году профессиональная лига лапты проводит свой дебютный сезон. Команды разделены на четыре зоны – Сибирь, Урал, Юг и Запад. Представители Воронежской области вошли в западную зону. Причем представлять наш регион будут два коллектива – ВГТУ и Новый Воронеж. У нас всегда команда считается, скорее всего, молодой, так как студенты им свойственно выпускаться из вуза, свойственно поступать. Поэтому те, кто выпускается, уходят с команды, но всегда приходят новые ребята, которые заполняют их места. Команда по лапте в строительном университете появилась много лет назад. После объединения с политехническим вузом традиции продолжились. Почти всегда местные спортсмены становились победителями межвузовской олимпиады Воронежской области. А в 2019 году завоевали еще и золото Всероссийской универсиады. Несмотря на то, что средний возраст студенческого коллектива – 21 год, лаптисты в нем собрались опытные. Денис Бердников и Иван Котов, например, уже могут похвастать золотом Всероссийской межвузовской олимпиады и серебром Кубка страны. Новичков много, но ничего, все прекрасно знают вид спорта, играют. Кому-то новеньким берем, подсказываем. То есть что-то они подсказывают, что-то мои. Я уже третий год как в команде, потому что на третьем курсе. Это, наверное, за три года самый достаточно сплоченный коллектив. Ребята, с которыми действительно можно поговорить, пообщаться, время приятно провести вместе, даже где-то погулять, потусить. Потому что мы все молодые, горячие. А так, да, действительно, команда у нас очень сплоченная. Как бы это ни звучало так громко, потому что мы все друг к другу друзьями. Надо отметить, что в профессиональной лиге лапты могут участвовать смешанные команды. То есть наряду с парнями на поле могут выходить и девушки. Скорее всего, это сделали, потому что это первый раз, так как, может быть, не набирается определенное количество игроков. Поэтому сделали так, что можно играть и мальчикам, и девочкам. Но это уже непосредственно усмотрение тренера и по согласованию команд. Цель их, организаторов, как проводящих данный турнир, наверное, привлечь как можно больше команд и участников, чтобы игра развивалась в регионах. Для развития это, наверное, к лучшему. Понятно, что те команды, которые выставляют в своем составе только девушек, наверное, будет тяжело противостоять тем командам, где, ну, в составе одни мужчины, ну, все равно получат свою частицу, там, море такого удовольствия. Например, в стартовой игре сезона в ИГТУ в гостях придется встретиться с одним из фаворитов нашей группы – командой «Красавцы» из Московской области. В ее составе играют исключительно юноши, так что и воронежцы против них будут выступать только парнями. Ребята настраиваются, нельзя недооценивать соперников, поэтому всегда будут выходить на игру полностью настроенными, какая бы команда ни была, даже если это женская команда. Ждем, конечно же, победы, нужно начинать уверенность сезон, приятно всегда начинать с победы, и набравшись уверенности на чужом поле, это старта сезона лучше, наверное, не придумаешь. Если приехать к гостям и обыграть их на их поле, это дорогого стоит. Первая игра, она всегда тяжелая, и не понимаешь, не знаешь, как. Мы, тем более, едем туда, даже в качестве гостей, у них по-любому будет. И своя поддержка, своя трибуна. Всегда первая игра, она всегда дается тяжело. Сказать, насколько мы готовы, на 100% мы на 100% готовы. В гостях проведут свою первую встречу и нововоронежцы. Им соперники досталась команда Москва-Цифра. Мы знаем, что играли за сборную Краснодара, плюс они еще занимаются бейсболом и софтболом. И сейчас сборная их Краснодарского края в этом году выиграла чемпионат России по мини-латке. Поэтому настраиваемся на команду. Интересно. Они к нам приезжали как-то несколько лет назад в гости. Мы играли. Плюс, опять же, эти все люди продолжают заниматься, растут. И интересно посмотреть. Игроки нововоронежской команды очень титулованные и очень опытные. Это можно заметить невооруженным взглядом. В рядах атомщиков пять мастеров спорта. Выступая за сборную Воронежской области, они не раз становились обладателями Кубка России и победителями чемпионата страны. К примеру, Сергей Шедагубов пять раз выигрывал Кубок России и четыре раза завоевывал золото национального форума. Как в мини-лапте, так и в лапте большой. Лапта – это, можно сказать, уже часть нашей жизни, в которой мы живем после трудовых будней, после работы. Собираемся, сейчас уже играем, отдыхаем душой, встречаемся с коллективом. И вот уже на данный момент по возможности выезжаем на соревнования. Все игроки команды живут и работают в Нововоронеже. А лаптой начали заниматься еще в школе, где любовь к этому виду спорта им привил преподаватель Эдуард Чудаков. Не забыли лапту парни и девушки даже во время учебы в вузах. А после получения образования, вернувшись домой, продолжили тренироваться. Причем занимаются нововоронежцы после насыщенного рабочего дня. Они стараются регулярно собираться по два раза в неделю. Постоянно принимают участие в спартакиаде городов и районов Воронежской области. Насколько можем по мере возможностей, по времени. Занимаемся, встречаемся. Нам благо тут залы предоставляют. Сейчас уже получается у кого семьи, дети. Вид спорта такой, даже многие получается, кто в какой-то момент перестали заниматься. Со временем все равно почему-то возвращаются. Интересно, наверное. Пока что я нахожусь в декрете, пока у меня еще есть возможность. Помогает муж, помогают бабушке. Был большой перерыв, около пяти лет, даже чуть побольше. Из-за травмы, из-за декрета. И когда попалась возможность снова начать, я с огромным энтузиазмом и радостью вернулась. Это прям как глоток свежего воздуха в этой суматохе декретной. Средний возраст нововоронежской команды 28 лет. Посвятив уже большую часть своей жизни лапте, они не собираются с ней расставаться. Это дает мотивацию по жизни, куда-то двигаться. Даже просто, как бы нам, девочкам, всегда приятно хорошо выглядеть. Вот, и она поддерживает, потому что здесь и бег, и координация, и меткость, и ловля. Все есть. Как бы оно и в жизни все понадобится. В основном, наверное, никто не хочет останавливаться. В общем-то так. Потому что многие здесь так всю жизнь бегали, ну, активный образ жизни вели. И, ну, чисто по себе сказать, уже как-то сидеть на одном месте, ну, не получается. Чисто физически даже не видит на как-то. Ну, вот, а тем более, говорю, данный вид спорта, ну, очень интересен, можно долго про них рассказывать. Но лучше, конечно, посмотреть. В рамках чемпионата профессиональной лиги лапты все команды, в том числе из нашего региона, сначала сыграют в своих группах по круговой системе. После чего лидеры выйдут в финальную часть соревнований, где и распределят между собой медали. Хочется только победы. Но понимаем, что может, что это игра, может что-то пойти не так. Поэтому, ну, максимально хотим вот в тройке точно быть. Вот в тройке нашей зоны, а вообще желательно и дальше. Ну, вообще настроены на победу. Первый сезон профессиональной лиги, он как для нас первый, так и для всей России. Так как соревнования первый раз такого рода проводят в таком формате. Мы представляем команду города Нововоронеж. Коллектив у нас опытный. Пять мастеров спорта. Надеемся, что результат в конце сезона покажет. Ну и важная информация для всех, кто захочет поддержать наши команды в новом сезоне. Играть и воронежцы, и нововоронежцы будут в городе Атомщиков на стадионе «Старт». ВГТУ впервые предстанет перед родными болельщиками уже 28 мая. А Нововоронеж – 24 июня. И, конечно же, ждем с нетерпением очный поединок земляков. Он состоится в конце августа. Все самые свежие новости воронежского спорта на сайте tv.fizgubernia.ru и, конечно же, в нашем марафоне. Оставайтесь с нами и всегда будете в курсе всех последних событий. Ведь мы знаем о спорте все. Субтитры создавал DimaTorzok